Всем привет! С вами Ксения Длинкина и вы смотрите канал про здоровье. И у нас, как всегда, самый частый вопрос везде, как мы будем чистить свой организм. И мы уже сняли огромное количество видео про печень, что печень невозможно почистить, совершив какие-то одноразовые действия, так же, как и невозможно почистить организм целиком, почистить кишечник и что бы то ни было почистить. Потому что у нас есть организм и у нас есть процессы, связанные с детоксом. И органы и системы, которые за него отвечают. И так как непосредственно нутрициология связана с процессами пищеварения, с тем, что мы едим, поэтому мы, конечно, очень много времени посвящаем пищеварительной системе и одному из самых главных органов детокса – печени. Но сегодня мы поговорим про еще одну систему, потому что эта система так же непосредственно связана с процессами пищеварения, как это ни странно, и она же так же является важнейшей системой детокса. Так вот, если у вас возникает вопрос, а как чистить свой организм, то мы должны поговорить с вами о лимфатической системе, которая наравне с печенью отвечает за детокс организма. У нас есть кровеносная система, и двигатель выступает сердце, а есть лимфатическая система. И единственный человек, который отвечает за запуск движения лимфатической системы – это вы сами. Поэтому это та система, которая непосредственным образом зависит от того, что вы делаете. Давайте поговорим о том, что является симптомами плохой работы лимфатической системы. И, конечно же, самым главным признаком застрой лимфатической системы является отечность. Есть отечность обычная в рамках нормы, когда вы просыпаетесь по утрам, и вы расхаживаетесь, и через час у вас отечность пропадает. Но бывает отечность, которая вообще не проходит, вы вообще постоянно находитесь в отечном состоянии, вы видите, что у вас эти клепальцы, что у вас постоянная отечность на лице, что у вас бесконечно остаются следы, например, резинок на руках, от одежды, вы раздеваетесь, и у вас есть следы от нижнего белья. Но мы не говорим о том, что вы там сильно себе что-то перетягиваете и утягиваете. Также это все, что связано с неприятным запахом тела, неприятным запахом пота. У вас есть воспалительные процессы, например, аденоиды и миндалины. У вас есть крупные лимфатические узлы. То есть вы можете видеть увеличение лимфатических узлов по всему телу, но при этом как будто бы не болеть. Это как связано с лимфой? Отеки, лимфы, вот эта вся история? У нас есть лимфа, это жидкость, которая вообще переносит все по нашему организму. Во-первых, она обезвреживает различные патогены, в частности вирусы и бактерии. Потом все, например, по лимфе это все течет и попадают в лимфатические узлы. А в лимфатических узлах все это должно обезвреживаться. И дальше все эти метаболиты, ну скажем так, условных патогенов, с которыми встретилась лимфатическая система, они выводятся через кожу. Поэтому, когда человек потеет, это хорошо. Когда он не потеет, это плохо, потому что тогда это будет уже тоже нарушен процесс детокса. То есть у нас кожа является также главным выделительным органом. И тогда, когда наша лимфатическая система не справляется, либо с обезвреживанием вот тех самых условных патогенов, с которыми встречается наш организм, то есть лимфатическая система является одним из самых главных органов иммунной системы. Поэтому, когда человек болеет, что у него увеличиваются лимфатические узлы, он видит вот эти вот мелкие шарики в паховой области, на шее, подмышечные впадины. Поэтому мы и говорим, что это все относится к иммунной системе. А это жидкость просто? Просто вода как бы льется там? По сути, да, это вода. Понятно, что там есть различные вещества, которые помогают обезвреживанию, например, клетки, то есть там определенные клетки, которые обезвреживают, особенно в лимфатических узлах, условные патогены. Но в целом лимфа выглядит как обычная вода, как такая жидкость. Да, в отличие, например, от крови. А она может загустеть как желчная? Вот я знаю, что всегда, когда рассказываю, как это может выглядеть, то есть она может быть как родниковая вода, а может выглядеть как болото. И вот сейчас мы перейдем к тому, почему у нас может быть застой лимфы. И первая, самая главная причина, это недостаточное количество питьев. Нет, давай не с этого. Самый главный еще признак застой лимфатической системы, это целлюлит и прыщи на попе. Потому что у нас лимфа течет всегда снизу вверх и от периферии к центру. Никогда не наоборот. Поэтому вся отечность у нас видна на пальцах, на щиколоках. Вы должны видеть, что это все движется таким образом. И когда вы ходите, у вас происходит запуск лимфатической системы. Соответственно, лимфа в основном состоит из воды. И две самых главных причины, таких максимально очевидных, это недостаточное количество питьевой воды. И второе, это гиподинамия. Когда вы не двигаетесь. Потому что единственный способ постоянно запускать работу лимфатической системы, это делать, скажем так, действия, которые похожи на ходьбу. Делать удар стопой. И как только вы ходите, запускается работа лимфатической системы. Поэтому все самые эффективные упражнения, они должны быть, и занятия вообще в идеале, они должны быть по утрам. Йоги, пилатесы, элементарные скакалки. Если есть проблемы с суставами, есть там упражнения траканчик. Мы как-то показывали и снимали видео про работу лимфатической системы. Это максимально очевидные факторы, которые влияют на застой лимфатической системы. Но наша лимфатическая система нарушается, и работа ее нарушается, также из-за проблем с системой пищеварения. Именно поэтому мы решили снять это видео, потому что у нас в головах не склеивается, причем здесь лимфоотеки, и причем здесь мой желудочно-кишечный тракт. Но все наши органы детокса работают в связке. Если у нас метаболиты токсичных веществ из печени, соответственно, не выводятся должным образом с желчью скалом из организма, то это точно так же попадает все в лимфатическую систему, и от этого у нас в том числе появляются мигрени. Это тоже одна из причин застой лимфатической системы и того, что метаболиты токсичных веществ не вывелись из организма, а попали в лимфатическую систему и несутся вот так вот снизу вверх. Поэтому очень неочевидная причина, но вы не сможете решить вопрос и с проблемами с кожей. И, кстати говоря, как я уже сказала, что когда у нас лимфа, скажем так, выполняет детокс организма и дальше с потом выделяются все метаболиты токсичных веществ, так вот проблемы с кожей также являются одним из признаков. Вот так же вот Коля показывает себе прощинопоп. Сейчас он расскажет почему. Это будет следующая причина, на что мы обращаем внимание на застой лимфатической системы. Так вот, представляете, то есть это все не просто так. Вот где-то что-то почесалось, вот тут неприятный запах, вот тут у меня лимфоузел увеличился. Но я, как у нас говорят, вот Ксения, у меня увеличенные лимфоузлы, но я там сходила к иммунологу, мне ничего не сказали, сказали, ну вот так вот. И вот как раз, и вы дальше не понимаете, а что с этим делать? Вот с этим вот так что делать? Потому что вы же как будто не больны, но симптоматика застой лимфатической системы у вас есть. Поэтому помимо вода, обязательное движение, мы говорим, что самый гигантский блок будет занимать систему пищеварения. Поэтому если у вас есть хоть какая-либо проблема с системой пищеварения, будь то нарушение фаз детокса печени, застой желчи, вздутие, газообразование, запоры, запоры это постоянная интоксикация, вы точно можете быть уверены, что это повлияет на работу лимфатической системы. Для этого, для того, чтобы понять, что с этим делать, мы приходим на наш трехдневный мини-курс «Основы нутрициологии», где мы разбираем подробно систему желудочно-кишечного тракта, где в каком отделе произошел сбой, как это влияет на лимфатическую систему, как мы это видим по лабораторной диагностике. Высокий уровень билирубина сразу нам автоматически скажет о том, что у нас не работает детокс организма. И вот эти вот якобы чистки организма, естественно, ни к чему не приведут. Ссылка на мини-курс находится в описании к этому видео. Вы можете прийти на все три дня, можете выбрать тему только по системе пищеварения. Хотя надо обязательно сходить и на лабораторную диагностику, тогда у вас будет целостная картина. Ссылка находится в описании к этому видео. И почему я сказала про Колю? Потому что одна из неочевидных причин застой лимфатической системы, это та одежда, которую мы носим. Особенно это касается женщин, которые любят покупать очень сильно утягивающее белье, особенно утягивающее белье в нижней части нашего тела. И тем самым вы уже создаете напряжение в самом нижнем отделе лимфатической системы. То есть, так как лимфа течет снизу вверх, у нас нижний отдел лимфы, это как раз вот там, где находится паховая область. Поэтому, когда у нас есть целлюлит, пришли на попику или расскажи, пожалуйста, как ты заметил, что у тебя там... Случилась с тобой такая особенность. Я купил новые джинсы, которые ультра-скини, мега-классные джинсы, и неделю в них ходил. И я чувствовал, как они сжимают все, что ниже ремня. И потом обнаружил огромное количество прыщей на попе. И всего ты их носил сколько дней? Ну, неделю, наверное. Ну, вот представляешь, неделя у нас все ходят. Во-первых, мы не дышим, мы все втягиваем животы, мы одеваем утягивающее белье, мы не двигаемся, мы пьем огромное количество напитков, но не в воду, у нас есть проблемы с ЖКТ, и потом мы удивляемся, а почему у нас проблемы с иммунитетом, ну, как бы базово с лимфой, но почему там неприятный запах пота, почему у меня низкий иммунитет, почему у меня увеличены лимфоузлы, почему у меня, в принципе, есть отечность и целлюлит. Это такие проблемы, которые все пытаются решить. Какой-то аппаратной косметологии, приемом каких-то, чего там, мочегонных средств, но это решается с помощью работы с лимфатической системой. Ну, это мы все перечислили, это какие-то эстетические приколы, а есть ли какое-то смертельное последствие от застоя лимфы? Слушай, это на самом деле не эстетические приколы, это симптоматика, которую мы не можем игнорировать, потому что если мы будем игнорировать на первоначальном этапе эту симптоматику, то дальше у нас начинаются проблемы с иммунной системой, у нас в организме начинается хроническое воспаление, и как раз вся история связана, опять же, в основном касается женщин, эндометриоз, фиброзно-кистозная мастепатия, аутоиммунные заболевания, это самое частое, то есть мы должны понять, что наша лимфатическая система, это часть иммунной системы. Ты же был на конференции Сколково, которую мы делали, и если ты вспомнишь графики болезней, которые мы публиковали до 30-го года, до 40-го года, до 50-го, то ты увидишь, что аутоиммунные заболевания, а это аутоиммунный тиреодит, цариаз, ветерин, красная волчанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, движутся, мы снимали с тобой интервью с Оскаром Хартманом, и мы с тобой говорим о том, что это те заболевания, которые растут просто в огромных темпах, и это в том числе, то есть у нас есть нарушен детокс со стороны системы пищеварения, у нас нарушен детокс со стороны лимфатической системы, у нас есть симптоматика, которую мы игнорируем, и ну типа так есть, и что я с этим буду делать. Мы же с тобой о чем говорим? О том, что нутрициология это про профилактику, это про предотвращение болезней, и про то, что мы не должны ни в коем случае игнорировать те симптомы, которые есть. А если ты их будешь игнорировать, то ты потом уже будешь решать эту задачу с медициной, уже когда у тебя поставлен диагноз. Наша задача это профилактировать и предотвратить. Вот таким образом мы с вами поговорили про лимфатическую систему, именно со стороны нутрициологии, со стороны питания и пищеварения. Приходите, пожалуйста, на мини-курсы для того, чтобы разбираться в этой теме глубоко, не игнорировать ни в коем случае эту симптоматику. Это очень важно. А с вами была Ксения Глинкина и вы смотрите канал Про Здоровье.